Друзья, всем привет! И несмотря на то, что на дворе хмурая и ненастная погода, мы сегодня с вами поговорим про автомобиль. Немецкий автомобиль, который в принципе доступен каждому человеку, кто трудится. У нее есть плюсы, у нее есть минусы. Мы пообщаемся с владельцем автомобиля, послушаем, что он расскажет. Встречайте, друзья, это Audi A3 Sedan. Рестайлинговая версия, которая выпускается в нашей стране и продается с 2016 года. Для нашей страны автомобиль представлен с двумя моторами. Первый 1,4, как в нашем случае, на 150 сил с передним приводом. Автомобиль можно купить с механической коробкой передач, либо с роботизированной. В обоих случаях машина будет разгоняться до первой сотни за 8,2 секунды. Вес автомобиля тонна 300. И есть двухлитровый мотор на 190 сил. Там автомобиль можно купить как с передним, так и с полным приводом. Разгон там будет значительно быстрее. То есть 6,8 и даже 5,8 секунд можно выжать из автомобиля. Так не забывайте о том, что эти автомобили можно чиповать. Соответственно, они поедут в принципе после всех доработок примерно 5 секунд. Это для тех, кто хочет купить себе маленькую, компактную, юркую машину. Сделать из нее, как говорится, пушку-гонку. Что она из себя представляет? Сколько она стоит? Присаживайтесь поудобнее. Обо всем этом прямо сейчас по порядку. Поехали. Я уверен, когда вы видите на экране шильдик Ауди, вы сразу вспоминаете ролики Ярдрея. Вы вспоминаете отзывы людей в интернете о том, что Ауди это ломучее говно. Что у них проблемы с гарантией. Что не дай бог что-то случится с автомобилем. Тебя будут брить, тебя будут посылать нафиг. То есть с тобой будут общаться языком бумаг. И серии шарик-лошарик пытаться тебя как-то откинуть. Вот вы вдумайтесь об одном, что вот этот автомобиль в нашей комплектации с диодной оптикой, с раздельным климат-контролем, в общем, стоит 2 миллиона 138 тысяч рублей. Это рекомендованная розничная цена. 2 миллиона 138 тысяч рублей за этот автомобиль. Это просто дофига. Не забывайте о том, что это вот благодаря вот этому значку. Маркетинговый ход никто не отменял. Так на секундочку. Сегодня, если вы придете к официальному дилеру, принесете с собой мешочек с деньгами и в нем будет 1 миллион 600, вам без проблем эту машину за 1 миллион 600 дадут. На сегодняшний день, 10 ноября 2019 года, я нашел точно такой же автомобиль в белом цвете с 17 колесами за 1 миллион 500 тысяч рублей. Реальность? Пожалуйста, приезжай, покупай. Если рассматривать самую базовую версию, где будут эти 16 колеса, как в нашем случае, до этого мы дойдем чуть позже. На них есть смысл сделать акцент. Простейшая версия с ксеноновыми фарами. Вы можете его купить примерно по цене 1 миллион 350, 1 миллион 400. Реально, такие цены были, по крайней мере, в сентябре. Такие машины продавались, люди их покупали. Как вы знаете, все автомобили ауди наборные. В нашем случае машину изначально собирали под человека. То есть она нестандартная, условно, комплектация. Но он от нее отказался и наш владелец ее купил. То есть что мы получаем? У нас идет диодная оптика. У нас идет пакет Black Edition, назову его так. То есть этот черный стайлинг. Но у нас идут 16 колеса. По-хорошему, в такой комплектации здесь изначально должны идти 17 колеса, как минимум. Друзья, вот посмотрите просто на автомобиль. Сейчас здесь стоит зимняя резина. Понятное дело, что на зиму это вполне комфортно. Можно кататься. Но если придет лето, кто покупает эти машины? Но их не покупают мужики, которым 50-60 лет. Это, как правило, молодые парни, либо девчонки. Именно поэтому на лето многие выбирают себе 18-е, 19-е колеса. Как это сделать? Иди сюда, пожалуйста, поближе. Покажи ребятам простой, скажем так, лайфхак. Друзья, я вам уже неоднократно говорил о том, что есть Е-каталог, на котором все можно посмотреть. Зачем я вам об этом рассказываю? Многие из вас думают, да, надо купить. Но заходят к официальным дилерам, там им рассказывают о том, что цены просто бешеные. Смотри, оставляю в описании ссылку. Заходишь, Е-каталог, показать фильтр. То есть, ты выставляешь, например, размер колес. Я выставил 19-й. Делаем подборку. И поехали. Ну вот, понятное дело, реплика на BMW. От 8 тысяч рублей. То есть, 4 диска обойдутся тебе 32 тысячи рублей. Плюс летняя резина, это примерно 45 тысяч. В общем, в 80 тысяч можно запросто уложиться. И самое главное, можно пробежаться, посмотреть. Так, например, вот тебе, пожалуйста, черные колесики, вот эти вот диски. Я думаю, они бы как раз сюда идеально вписались бы на лето 19-е. Поэтому обязательно перейдите по ссылке, заполните фильтр. Просто посмотрите. Возможно, кому-то из вас что-то понравится себе на лето. Я никого не призываю ничего покупать. Е-каталог экономит просто ваше время и деньги. Удобная подборка, фильтры. Все заполняется, работает, ну, реально идеально. Соответственно, все ваши отзывы жду в комментариях. Напишите, какой бы вы диск поставили на этот автомобиль. И, как говорится, не отходя далеко от кассы. Касаемо подвески. На предыдущей версии многие люди жаловались, и наш владелец в том числе, то, что подвеску можно было легко убить. Вследствие чего? Был очень короткий ход. На этой версии это доработали. Ход подвески стал больше. Соответственно, когда ты сейчас приезжаешь даже по неровностям, ну, в частности, уж на 16-х колесах так и вовсе, автомобиль чувствуется собранным. То есть, никаких ударов, пробоев нет. Если посмотреть на сам внешний вид автомобиля, ну, на самом деле, вживую, да, машинка небольшая, она компактная. Если ты, соответственно, ну, не толстый какой-то мужик, для тебя этот автомобиль будет, ну, в принципе, комфортен. Садишься в него, настроить его под себя можно. Оптика стала по принципу, как на Audi A4. Но в силу того, что это A3, это более бюджетная версия, все ее приколы будут скрываться именно внутри салона. Вы поймите, что у каждого автомобиля есть своя ниша. Он направлен на определенного покупателя. То есть, если мы говорим там про Audi A8, это, естественно, люди, у которых дохрена бабок. А третье, это сделано на молодежь. Присаживаемся в автомобиль. Ты сел. И понимаешь, с одной стороны, здесь все настолько аскетично. Вот ничего нету, такой минимализм. С другой стороны, общаясь с владельцем, он говорит, вот меня устраивает. То есть, ему, вот человеку, кто отдал за этот автомобиль денег, он же пришел, посмотрел, ему все понравилось. Я же присаживаюсь, смотрю, с одной стороны, ну, казалось бы, все есть. Раздельный климат-контроль. Если запустить автомобиль, выезжает у нас дисплей, который, в принципе, с добротным качеством. Можно, естественно, поставить все различные камеры заднего вида. Здесь этого нет. У нас здесь есть только парктроники. В общем, да укомплектовать автомобиль, с одной стороны, можно. Но, с другой стороны, и в базе он вроде бы неплохо укомплектован. Но вот так, а ты садишься, смотришь, все простенько. 4000 пробег у автомобиля. Вот, я упираюсь ногой, когда мы сели, прям сразу же заметно скрип здесь идет. И владелец тоже сам говорит, блин, вот этот скрип бесит, напрягает. Вроде бы удобно. Подлокотник на своем месте, если включить электропередачу. Вот мы поехали, все. Ну, сидишь, рулишь нормально. Все очень маленькое. Этот автомобиль в предыдущей версии мы уже снимали до рестайлинга. Вот реально, как бы, знаешь, больше как будто бы как женский автомобиль. То есть, потому что все такое маленькое, гармоничное. Вот подлокотник, да, хочу открыть, допустим, стекло, нужно откидываться назад. То есть, неудобно. То есть, обычно кнопки идут управление здесь. И, понимаете, с одной стороны, ты скажешь, да ладно, это вроде бы мелочи. Но, с другой стороны, вот эти мелочи на повседневную жизнь, они тебя будут напрягать. Также, посмотри, да, вот если с точки зрения минимализма. Ну, вроде бы неплохо садишься, приятная отделка. Вот это вот с электропереключение передач, прям напоминает мне реально, как вот рычаг из Октавии. Та же самая DSG, только под крутым названием S-Tronic. И не забывайте о том, что мы с вами говорим про автомобиль, который стоит, по-хорошему, полтора миллиона рублей. Требовать от него каких-то изысков. Друзья, есть А4, которую можно взять с хорошей скидкой, например, за 2.200, за 2.400. Она будет с полным приводом, она будет хорошо ехать, она будет гораздо просторнее, она будет лучше укомплектована. Совсем другой автомобиль, но нужно доплатить миллион. Вот что бы вы взяли из седана за полтора миллиона рублей? Я спрашивал у людей в том же самом инстаграме. Camry на минималках, Optimum на минималках, Mazda 6 на минималках. Напишите ваше мнение в комментариях. Подчеркиваю, друзья, я ни в коем случае не пытаюсь хвалить автомобиль, ругать автомобиль. Я вам делаю, так сказать, отзыв на него, обзорчик, чтобы вы могли принять решение. Что в нашем случае стоит? Это мотор 1.4, который работает в паре с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач. Как вы знаете, роботизированная 7-ступенчатая коробка передач, на нее всегда было очень много нареканий, особенно в предыдущих версиях. Но сейчас производители, фанаты автомобилей как раз таки заявляют, что вот с последние 2-3 года ее действительно доработали, теперь на нее нареканий меньше. В силу того, что это 4-цилиндровый мотор, он на 150 сил, раньше он был на 125 сил. Здесь два цилиндра отключаются. Для чего это сделано? Это сделано для экономии топлива. Вот вы вдумайтесь, тонна 300 весит автомобиль, заявленный расход топлива даже в городе здесь не должен превышать 6,5 литров. В реале расход топлива на этом автомобиле по мегаполису с учетом пробок будет 8,5-9 литров. То есть в нашем случае сейчас примерно 8,2, но пробег на автомобиле 4000 километров. Что происходит? Когда вы спокойно едете, отключаются два цилиндра, это вот уже отмечает сам владелец. Когда вы начинаете разгоняться, хотите разогнаться, нажимаете газ в пол, то есть это подключение двух цилиндров чревато тем, что он начинает немножко вибрировать. То есть это подключение происходит не моментально. То есть ты его в любом случае чувствуешь, ты его замечаешь. В этом, конечно же, минус. Даже если ты включишь режимы спорт, перейдешь в механическое управление, два цилиндра все равно будут отключаться. По уходу все как обычно, почаще менять масло. Да и в целом, если вы сейчас запрыгнете в интернет, начнете искать отзывы владельцев, за третью отзывов найти ну просто очень мало. Потому что по многим популярным порталам я прыгал, ноль отзывов. Но серьезно, машина не так популярна в нашей стране, потому что когда начинаешь присматриваться, казалось бы, еще 200-300 тысяч рублей и за 1,8 млн уже можно купить старшего брата А4. Про мотор 2 литра мы говорить не будем, потому что ценник там реально выше. Соответственно, это уже, знаешь, именно имиджевая машина, особенно с полным приводом по содержанию. И с последнего, вот мы снимали Infiniti M37, который сейчас известен больше как Q70. Там атмосферный мотор, V6, 333 силы, повышенный транспортный налог, здесь же 150 сил. Транспортный налог будет незначительный, то есть условно там до 10 тысяч рублей. ОСАГО, ну соответственно, тоже она сейчас считается одинаково. Каска на молодого водителя с франшизы можно найти примерно в диапазоне там 50-60 тысяч рублей. Полный каска без франшизы обойдется там на 25-летнего водителя, но ориентир 100 тысяч рублей. То есть в целом автомобиль по деньгам, по содержанию не такой напряжный, пока дело не дает до ремонта. Опять же, гарантия на автомобиль есть, как уж она там пойдет, друзья, это уж как повезет вам из роликов Ярдрея. Подчеркиваю, все бывает по-разному. И как я вам сказал, у нас есть хорошая возможность пообщаться с владельцем автомобиля. Знакомьтесь, это Роман Ром. Привет! Привет! Роману 24 года, не женат, детей нету. Ром, рассказывай, почему ты купил себе этот автомобиль? Так это уже второй автомобиль рестайлинговый. Да, да. Ну, я сначала купил V8 обычную, до рестайл. Покатался на ней до 60 тысяч и продал, купил вот эту. Какие у тебя были проблемы с предыдущим автомобилем? По технической части, ты же в него вкладывался деньгами. Да, на 22 тысячах я поменял DSG, сцепление с мехатроником, да, как раз. Это встало тогда еще в 90 тысяч, мне посчитал. Тогда еще, это год назад, два. Это 2017 год. 2017 год, 90 тысяч рублей, раз. Да, 90 тысяч рублей. Ну, в итоге сделали по гарантии, потому что нужно было там покричать, поорать и так далее. Но пришлось побегать. Да, пришлось побегать абсолютно точно. Так, дальше что было еще? 40 тысяч стойки амортизаторов и стабилизаторы передние. Это вот к слову о том, друзья, по подвеске, то, что раньше ход подвески был короче, реально можно было очень легко убить. Сейчас вот в этой версии это как раз доработано. Два, третье. Термостат, да, но у меня были проблемы, которые, они скорее как болячка такая этой машины, что просто не прогревается. Недорого там, посмотрели, сказали там, что-то подергали и сказали, все хорошо. Окей, ты на ней откатался, сколько километров ты на ней проехал? 60 тысяч. 60 тысяч. Ты ее продаешь и покупаешь опять эту. И опять эту. Почему? Почему не что-то другое? Почему, например, как вот люди говорят, Mazda 6 себе не взял, Toyota Camry, Optima, Skoda Octavia. Почему? Объясни. Я воздух возить не люблю, это во-первых. Я обычно один, либо вдвоем мы ездим куда-то. Поэтому как бы не имеет смысла. Плюс, ну, это самая понтовая машина из этих. То есть, с точки... Понтовая Mazda 6 даже. Вот это вот повлияло как? Да, навстречу едешь, да, говоришь, что я на Audi буду. Все, другой разговор абсолютно. Друзья, я хочу подчеркнуть то, что мы должны сказать человеку спасибо, что он нам соглашается рассказать свое мнение. Поэтому осуждать его о том, что, ага, молодой, вот все это вам понты, как есть. Молодой, жизнь у нас одна, поэтому двигаемся дальше. В целом, если вы покупаете новый автомобиль и планируете покататься на нем, ну, 100-150 тысяч, то есть 3-5 лет. Соответственно, по идее, никаких вложений здесь быть не должно. Как вы знаете, на сегодняшний день миллионные моторы, это уже до свидания. Первый 100-150 тысяч, и потом его, соответственно, нужно будет скидывать на вторичку. Клиренс у нашего автомобиля 140 миллиметров. Как я сказал, подвеска здесь доработанная, сзади она многорычажная. То есть, если я не ошибаюсь, здесь 4 рычага стоит. Но мы про это говорить даже не будем. Друзья, смотрите, присаживаюсь назад, я сажусь сам за собой. С одной стороны, вот вроде бы я сел на короткое расстояние для города, да достаточно будет места. Вот условно, там до магазина доехать, еще куда-то. Но вот если как, знаешь, куда-то попутешествовать, далеко поехать на дачу, в пробках стоять, да ну его нафиг. Вот здесь просто самучишься, то есть, никак не усядешься. Нужно будет дергаться, прыгать, здесь подлокотника нету. То есть, ну понимаешь, как бы, вроде бы да, но в тот же момент будешь ерзать. То есть, о чем это говорит? Опять же, вы обратите внимание, я начинаю в ней ерзать, то есть, ее всю шатает. Потому что машина легкая, то есть, тонна 300, но это мало. Но не забывайте о том, что этот автомобиль в первую очередь, все-таки, получается больше как молодежный. Соответственно, если, допустим, ты такой серьезный мужик, говоришь, типа, вот надо бы там сыну, жене, вполне достойный вариант. Но в любом случае, выводы дело здесь только вам. Бак у нашего автомобиля 50 литров, соответственно, можно заправиться, проехать. Ну, я думаю, 600-700 километров, если по трассе вы куда-то отправитесь и того больше. Багажник у нас, в принципе, небольшой по объему, но все, что нужно положить, запросто можно. Интересный факт. Общаясь с человеком, он говорит, да, я вот переезжал, все мои вещи поместились в багажник. Я говорю, да, как ты переезжал-то? 24 года, молодой парень, вся жизнь поместилась в 4 пакета. Поэтому, друзья, когда у вас дети, коляски, сюда это все поместится. Это не проблема. То есть, можно укомплектовать, поехать гулять с детьми в парк. Но не забывайте о том, что у всех у нас с вами нужды разные. Поэтому думайте, модулируйте ситуацию под себя. Опять же, в силу того, что у Audi все автомобили наборные, вот даже он отмечает, что в пакет Advanced расширенное освещение, по идее, должно входить освещение салона, багажника, другое, здесь должна быть сеточка. Знаете, вот какие-то такие мелочи, но они как бы есть, но в нашем случае их нет, потому что автомобиль наборный. Все остальное здесь элементарно и просто. В общем, больше сказать про этот автомобиль по-хорошему нечего. Все, что нам остается сделать, это отправиться на тест-драйв и посмотреть на него в деле. Ром, честное слово, вот коробчонка, поделюсь с вами своими ощущениями. Когда присаживаешься в автомобиле, понимаешь то, что все, окей, ты взял себе машину, поехал передвигаться, кататься для города. Но на самом деле, на повседневную жизнь, если ты один катаешься за рулем, тебе, в принципе, будет достаточно. Но мне, вот честно скажу, блин, было бы тесновато, потому что, например, окошко открыть в летнее время, я всегда люблю. Вот это вот лезть сюда неудобно, особенно если уж речь об открытии задних стеклоподъемников. Вот полноценная мелочь, да, это никак не влияет на ходовые качества, но меня это напрягает. Опять же, в зимнее время, как-то раз мы покупали подобный автомобиль, я говорю, а может быть мы поставим на него сигнализацию с автозапуском? Менеджер говорит, а смысл? Он не будет прогреваться на холостых оборотах, электрофен будет там еле-еле дуть, но ты, говорит, в любом случае придешь, чтобы его прогреть, это тебе не атмосфера, нужно ехать ходом. То же самое и здесь. Поэтому, понимаете, вот летом, да, все классно, поставить там 19-е колеса, доработать немного стайлинг автомобиля, можно кататься, получать удовольствие. Разгон у нас паспортный 8,2, но машинка едет бодро. Вот что-что, но DSG в этом плане, конечно, плюс. А, извините, S-Tronic, S-Tronic. Газку даешь, очень уверенно машина начинает разгоняться, то есть переключение в принципе плавное, но вот эти вот характерные черты, знаешь, когда просто стоишь, да, просто на месте, включаешь, да, она не едет, надо газку чуть дать. То есть обычно автоматически, когда включаешь, он сразу начинает катиться, здесь же какая-то такая, знаешь, свои технологии немецкие. В силу того, что машина легкая, легко разгоняется, легко тормози, то есть в этом плане, понимаешь, она вот, чем нравятся небольшие автомобили, то, что они такие вот сбитые. Ты сидишь, вот я его чувствую полностью, то есть все, я сел, он маневренный, он уверенно стоит на дороге. Когда ты купил первый вот этот автомобиль, какие ты почувствовал изменения в отношении дорестайлинговой версии? Это вообще ощущается? По салону может быть что-то тут поменялось? Ну, вот эти дефлекторы новые, ММА новые, 100%. Ну, то есть его полностью переделывали, здесь экран, ну, у него выше разрешение как-то. Деталей больше в целом и чувствуется, что все вроде бы то же самое, но сделано по-другому. В мелочах, если посмотреть ручка, да, ручка может быть набрана там из четырех деталей, а здесь их, например, шесть. Я точно не могу сказать, но сразу, ну, понятно, что, ну, грубо говоря, деталей просто больше. С одной стороны это плюс, с другой стороны это минус, наверное. По интерьеру тут все то же самое, абсолютно. Единственное, что вот до посвящения вот это нарядно там ночью смотрится приятно. Но мы должны понимать с вами то, что это в первую очередь рестайлинговая версия, это не новая Audi A3, то есть это все как обычно, фары другие, чуть-чуть там фонари наверняка изменили, вот по интерьеру плюс-минус. Друзья, вот обратите внимание, я метр восемьдесят, ты метр восемьдесят, ты весишь примерно восемьдесят, да, и я примерно восемьдесят вешу. То есть мы там не под сто килограмм, но факт в том, что смотри, мы с тобой сели, такое ощущение, как будто мы два быка, все, мы развалились в машине. То есть, ну, места маловато. Вот с точки зрения динамики я могу сказать одно. Газку даешь, машина, ну, действительно поскакала. И в этом плане, понимаешь, вот я именно что хочу сказать, то, что ты ее чувствуешь. Она очень хорошо стоит на дороге, то есть она собранная машина, не нужно так ездить в городе, но факт в том, что она может. Вот есть у тебя желание, вот ты, допустим, поехал там весной на дачу жарить шашлыки, вышел на трассу, ты будешь получать удовольствие. Для города восемь целых две десятых секунд, друзья, но я считаю то, что это более чем достаточно. Это не тот автомобиль, про который можно разглагольствовать часами. Audi A3. Казалось бы, 2 миллиона 138 тысяч рублей, но даже забирая его со скидкой за полтора миллиона рублей, ну, спорное решение. Вот честное слово, тесная машина, ничего грандиозного в ней нет, за исключением того, что да, она визуально симпатична, возможно, кому-то она понравится по интерьеру, человеку нравится, на вкус и цвет товарища нету. Если бы вы спросили меня, ну, ты себе бы купил бы такую машину, конкретно себе? Нет, конечно. Жене, допустим, ребенку тоже нет. За эти деньги я бы выбрал бы модель попроще, например, Skoda Octavia, либо что-то еще, но этот автомобиль был бы гораздо больше по просторности салона, он был бы более комплектованный и отдал бы я за него даже меньше. Поэтому выводы делать здесь только вам, пишите ваше мнение в комментарии. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, дальше будет больше интересных роликов. До новых встреч, всем пока-пока!